25 ноября под председательством митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в здании Екатеринодарского ипархиального управления состоялось заседание участников оргкомитета 8-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Дорогие владыки, дорогие отцы, братья, сестры, в этом году конкурс, всероссийский конкурс за нравственный подвиг учителя проходит в нашем Краснодарском крае. Надеюсь, с помощью Божией его проведем. В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю, министр образования, науки и молодежной политики, проректор Института развития и образования, а также завкафедры начального образования и исполнительный секретарь конкурса, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Катеринодарской епархии, протерея Александр Игнатов. В режиме онлайн приняли участие правящие архиереи Кубанской митрополии. Слово было предоставлено отцу Александру, которым он рассказал о этапах и сроках проведения конкурса. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – региональный, в границах субъектов Российской Федерации и митрополии. Второй этап – межрегиональный, в границах федеральных округов и отдельно в городах федерального значения. Третий этап – всероссийский. Сроки проведения. Сроки проведения конкурса – 2023 год. Они будут объявлены до 30 декабря 2022 года. Просьба к преосвященным владыкам нашей митрополии и Министерству образования Информировать педагогических работников, муниципальных образовательных организаций, воскресных и православных школ наших и наших епархий о конкурсе «За нравственный подвиг учителя», чтобы у педагогов было время обобщить свой опыт и оформить его. В адрес наших образовательных организаций всех уровней вышли методические рекомендации с учетом опыта, активности и результативности участия в прошлые годы. Опыт участия в конкурсе показал, что именно соработничество учителей с епархиальными отделами образования повышает качество конкурсных работ. К сожалению, количество участников в данном конкурсе у нас уменьшается. В прошлом году поступило 50 работ. Вот отец Александр уже отметил, что работ становится меньше, вместе с тем их качество растет. Как правило, это работа не просто учителей, это совместные проекты светских учителей, но учителей основы православной культуры, тем не менее, при помощи, конечно, отделов волюбинозного образования и катехизации. Отец Александр обратил внимание участников совещания на необходимость правильного оформления работ. Эксперты отмечают, что работы по содержанию у нас хорошие, но педагогам сложно их правильно оформить. И вот в этой связи, пользуясь присутствием у нас министра образования, у меня просьба под свой контроль взять этот момент правильности оформления работ. И наверняка здесь нам понадобится помощь Института развития образования Краснодарского края, который также сегодня присутствует. Я, наверное, смогу уже обозначить некий механизм, по которому мы будем работать. То есть мы подготовимся технически, проведем вебинар, укажем адрес, на который мы будем принимать в Институте образования те самые работы, которые до загружения на портал нам необходимо будет отсмотреть. Мы сможем направить в униципалитет и письмо о региональном этапе конкурса с положением и с методическими рекомендациями. Также поясню, что работы поступают не только в электронном, но и в обязательно письменном виде. То есть это обязательные условия конкурса. Если электронные форматы работ загружаются на портал, который нам откроет синодальный отдел, то работы письменные, которые можно направлять, они уже могут участвовать в проверке с помощью Института развития образования и, конечно, при поддержке отдела регрозного образования на местах. Работы конкурсантов должны сопровождаться рецензиями. Необходимо, чтобы работы педагогов получали рецензии. Задача Института будет, ну, может быть, детальная рецензия, некое методическое сопровождение для того, чтобы вместе с авторской группой откорректировать, ну, скажем так, материалы, которые мы будем понимать, что недостойны всероссийского этапа. Рецензии необходимо две – и светская, и церковная. Вот здесь и есть форма взаимодействия, почему здесь и представители светской и духовной власти. Такое совместное взаимодействие церковных и светских систем образования с участием педагогов позволит им подготовить на конкурс достойной работы по методике воспитания, обучения и внеурочной работы с детьми. В этом году то же самое с Институтом по работе таким образом, чтобы еще можно было внести корректировки в те работы или в те оформительские неточности, которые могут чисто технически быть допущены, чтобы их, исключая, хорошую работу сопроводить до следующего этапа. Вот как бы одна из задач нашего совместного сотрудничества. Отец Александр, наверное, скорее всего, нужно обратить нам внимание на работы по воспитанию, работы по патриотизму, потому что у нас в любом случае это сейчас особая тема. Наверное, развитие этого конкурса, в этом должно быть особенность, потому что мы с вами привыкли быть в экспертной позиции учительства. Институт развития образования и мы, и священных служителей. А я бы хотел, чтобы нас услышали, что побеждают, как правило, мы видим из опыта всероссийского, те работы, где уровни всей власти видны как соработники. То есть сейчас мы с вами коллег на цели, и мы бы хотели, чтобы были не просто педагогические люди, а собраны коллективы, посмотрели опыт прошлых лет, кто не вошел по силу и равных причин, в том числе конкурсные процедуры, и посмотреть, что можно доработать сейчас. Если есть какие-то проблемы, связанные по взаимодействию, и так далее, то потом, пожалуйста, обращайтесь, будем всячески содействовать, потому что нам нужно провести данное мероприятие на высоком уровне. Вы же посмотрите, какой опыт побеждает всероссийский. Колоссальный. Наша работа прошлого года, она же сразу на педестал, грубо говоря, поднялась, потому что сразу было понятно, что это работа совместная, не случайный конкурс совместный, он не просто мотивацию показывает нашим двух соединений ведомства, он показывает именно сорокущество на этом первоначальном этапе, на создании программы, на создании проекта и дальнейшего реализации. И поэтому всероссийские победы – это уже высочайшие учебные пособия, это уже иного уровня, как бы, продукт, который нужно диражировать и в другие регионы России. Владыки и все присутствующие, еще раз хочу сказать, что при поддержке нашего министерства и ИРО, Института развития и образования, мы надеемся, что мы сможем правильно оформить наши подаваемые на конкурс хорошие работы. Дорогие владыки, всю информацию я вам перешлю обязательно в самое ближайшее время. Я призываю всех вас к активному участию. Я думаю, более подробно участие всех епархий в нашем конкурсе мы с вами сможем обсудить в том числе и на Архиерейском совете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!